Спасибо за Ваше приглашение. В Санкт-Петербург я впервые сюда приехал. Для меня огромная возможность побывать здесь, выступить перед Вами и также посетить прекрасный город. Спасибо, Алексей, за приглашение. Итак, я буду обсуждать в основном хирургическое лечение распространенных ректальных раков. И особенно я буду говорить о том, что показала нам Джина. Буду очень много на это ссылаться. Я буду показывать случаи, буду рассказывать о том, как мы отбираем пациентов под определенные процедуры и как мы их проводим. Мы сегодня говорим о ТМЭ и не только. Что такое ТМЭ? Это то, что позволяет нам лечить больных. Но мы сегодня говорим о выходе за пределы месоректальной фасции. То есть, соответственно, каждая операция должна быть непосредственно подобрана под нужды пациентов для того, чтобы мы могли достичь чистых краев резекции. И здесь мы говорим не только о планировании, но также и о том, что мы говорим о хирургии фристайл. Это то, что мы сегодня видели. Это как раз великолепно, потому что это очень сложный случай. Это как раз то, что я называю хирургией фристайл. Вы должны начинать где бы то ни было и заканчивать хирургию где бы то ни было. Понимать, как двигаться вперед, как двигаться назад и как двигаться в сторону. Поэтому я буду в основном говорить о ТМЭ, я буду говорить о кроктомии, я буду даже говорить о тотальной экзотерации органов таза. Я буду говорить о седалищной вырезке, я буду говорить о красоте хирургического вмешательства. И буду говорить также о семенных пузырьках, буду говорить о других органах таза. Джина уже показывала вам этот слайд. Это на самом деле руководство, которое мы используем для введения пациентов с распространенным раком органов таза. Это фотография, которая была сделана в 2011 году. Это наше было совещание, где мы достигли консенсуса. Здесь специалисты из клиники, где мы работали. Мы для достижения консенсуса использовали опросник Delphine для того, чтобы понимать, как все-таки нам оперировать пациентов. Каждый пациент, безусловно, должен быть обсужден на междисциплинорном совещании. Это то, что американцы называют опухолевый консилиум. И мы, например, хирурги, мы не являемся специалистами в химиотерапии и в рентгенологии. Соответственно, нам нужны специалисты для того, чтобы понимать, когда нам нужно отправлять пациента на лучевую или на химиотерапию на этой стадии или несколько позже, когда отправлять на хирургию. И когда у нас метастатическая болезнь, то в этом случае нам нужны также аблационные терапии для того, чтобы понимать, в какой комбинации нам лучше всего предоставлять помощь пациенту. Нам нужны, конечно же, бездисциплинарные совещания. У нас есть две группы пациентов, которые изначально, где у нас хирургическое планирование одинаковое, это ректальный, местно распространенный, первичный ректальный рак. Это как раз та самая опухоль, которая уходит за пределы ТМЭ. Для того, чтобы получить чистые края резекции, нам нужно анатомию рассматривать. Затем у нас есть также ректальный рак с простаями с ректом или в просвет, там, где у нас нужна экстезия прямой кишки, возможно, даже резекция толстого кишечника, затем резекция других органов таза. И мы начинаем с осмотра, затем с анестезии, у нас обязательное пальцевое исследование, затем вагиноскопия и биопсия. И нам нужно подтвердить рак и идентифицировать, что он находится внутри просвета или располагается за пределами просвета. Затем два визитационных исследования для стадирования. Одно – это МРТ, это золотой стандарт, и второе – это ПЭТ. МРТ необходимы для планирования хирургического вмешательства и также для оценки того, насколько вы можете убрать опухоль. Можете или нет, в принципе, потому что многие опухоли мы убрать не можем. МРТ позволяет нам подтвердить тот факт, что есть опухоль, потому что это может быть потекание, фиброз или воспалительный процесс. Соответственно, мы подтверждаем, что это опухоль и исключаем наличие неоперабельных удаленных метастазов. Если у нас удаленные метастазы, то это не является противопоказанием для того, чтобы проводить резекцию органов таза. При предположении, что мы можем планировать положительные исходы для пациентов, если у нас небольшое количество метастазов, то это может быть, например, также резекция легких, если метастазирование в легкие или печени. То есть в любом случае мы планируем положительные исходы. Никакого смысла в изгонтерации нет, если у нас есть прогрессирующее метастазическое заболевание. Джина и я, мы сделали классификацию компартментов, в соответствии с компартментами мы сделали классификацию опухолей органов таза. Есть две, в общем-то, классификации. Это Мемориан Слоун Кейтеринг и другая классификация Ямата. Это классификация японских авторов. Я буду ссылаться на обе эти классификации в рамках своего доклада. Итак, у нас есть центральный компартмент органов таза, который находится здесь. Здесь у нас есть задний компартмент и передний компартмент, которые находятся наверху и внизу. И чем больше компартментов затрагивает опухоль, тем сложнее диссекция. Что еще интересно? Дело в том, что если опухоль затрагивает один компартмент, то вы не можете, на самом деле, ее как бы отделить от этого компартмента. Вам придется убрать все содержимое этого компартмента для того, чтобы получить R0. Что я имею в виду под R0? Это когда мы убираем опухоль и оставляем, как минимум, еще убираем один миллиметр вокруг опухоли. На самом деле, иногда одного миллиметра недостаточно, если у нас... Потому что мы не всегда следуем, потому что некоторые опухоли прорастают в экстрамуральную область. И, соответственно, если у нас муральная инвазия, то в этом случае она заходит, опухоль заходит за седалищный нерв. И если вы посмотрите на актеальную проекцию, то вы увидите два латеральных компартмента, которые очень сложны для хирургического вмешательства. Посмотрите, давайте задумаемся над вот такими примерами. Я использую МРТ, и именно поэтому нам нужно хорошего качества визуализации для планирования лечения пациента. И вы делаете дооперационное планирование с тем, чтобы у нас не было никаких сюрпризов во время хирургического вмешательства. Давайте посмотрим на этот пример. Вот вы видите сагиттальная проекция, сакральный копчик. Здесь вы видите семенные пузырьки и мочевой пузырь. И вы видите, хорошая ли у нас здесь плоскость между прямой кишкой и семенными пузырьками. На самом деле недостаточно, потому что нам нужно вот этот центральный компартмент, и в центральный компартмент идет прорастание с фиброзом. И в результате вы видите, что затронута также кость на этом уровне. Но на самом деле здесь у нас нет сосудов, и вы можете, там артерия и сакральная вена, вы можете их легко пересечь. И затем, что самое интересное здесь, что большинство пациентов, какую мы ошибку совершаем, мы идем вот таким образом и двигаемся вот в этой области и думаем, что это правильная плоскость. На самом деле это неправильно, потому что здесь усложняется анастомоз. Нам нужно вернуться назад, нам нужно работать по кости, скелетизировать кость вот в этой области, потому что в противном случае, как только мы добираемся до стадии анастомоза, мы получаем проблему. И затем мы возвращаемся сюда, идем и работаем вдоль семенных пузырьков. Соответственно, вам нужно расширять края хирургического вмешательства. Вот это перинеальное, так называемые нижние компартменты. Здесь у нас рецидивы, видите, здесь у нас копчик, опять-таки, здесь у нас распространение опухоли вокруг влагалища, и также оно подходит очень близко к урертре. Соответственно, это очень опасная ситуация, и на самом деле нам нужно очень высокого разрешения, визуализация для того, чтобы это все определить. Вот в этом случае, скорее всего, здесь у нас идет прорастание кзади, и, соответственно, вам нужно работать в области копчика и оставить переднюю стенку влагалища. Вот это поражение центрального и заднего компартмента, это то, что мы называем дистальная сакральная инвазия по нашей классификации. Это очень частая ситуация, когда у нас 3, 4, 1, и для того, чтобы получить R0, нам нужно убрать часть крестца вот в этой части. И вот это еще один пример, здесь вы видите, сзади у нас также видны признаки рецидива. Это фактически у пациента, у которого была уже резекция переднего компартмента, и затем у них было в двух локализациях рецидив. И вот это метастатическая болезнь как раз в крестец, вы видите здесь после резекции в переднем компартменте, это рецидив, вы видите здесь S1, S2, S3. И, соответственно, вам нужна сакротомия на уровне S3. Или вы можете лучевую терапию сначала пациенту предложить и затем уже отправить его на хирургию. К сожалению, как только вы получаете инвазию в костную структуру, в большинстве случаев у пациентов будет также рецидив где-нибудь еще. Через приблизительно 18 месяцев или 2 года, потому что, в общем-то, это класса первого уже метастатическая болезнь. Вы видите, что фасция здесь является интактной, и это, в общем-то, очень хорошо дифференцируется, полностью дифференцирующаяся опухоль. И здесь вы видите, что у нас нет долгосрочного или, так скажем, полного, полностью этого пациента вылечить не удастся. Вот здесь вот нам нужна будет полная экзентрация органов таза. Вот это здесь вы видите как раз эквивалент, женский эквивалент обухоли Крукенберга. Вы видите, что здесь нет возможности сохранить мочевой пузырь. Это стадия четвертая, это перитениальная рецидив, и в результате, если вы видите такую ситуацию, то вам нужно убирать все органы близлежащие. Вот это опухоли Крукенберга, это 3-4 приблизительно пациенток, женщины, они не очень хорошо выздоравливают, тем не менее, эти опухоли мы оперируем, убираем, потому что это низкоинвалидизирующее заболевание. На самом деле химиотерапия эффективна, соответственно, химиотерапия предлагается этим пациенткам, если она предлагается, то только растет опухоль, продолжает прогрессию. Поэтому на хирургию отправляем. Вот это находится вне плоскости мезоректальной, но вот это волокнопериформис, и здесь у нас узел, который локализуется на боковой стенке, и вы видите, что здесь затронут также уже плоскость, вам нужно работать в плоскости костной для того, чтобы убрать. Давайте теперь поговорим о технических аспектах, потому что мы с вами посмотрели на МРТ, мы классифицировали опухоль, и теперь следующее, что мы должны сделать, это мы должны определить, в какой плоскости мы будем работать, какую плоскость использовать. Если у нас опухоль на одной стороне, то на противоположной стороне вы можете оставаться в рамках ТМЭ, но если у вас обратная ситуация, то вы уходите в плоскость либо в костную плоскость. Если вы посмотрите на видео профессора Хиллса, то вы остаетесь таким образом ближе к ареале, и если там на 6-7 слоев, которые вы должны пройти, чтобы вернуться назад, вы жертвуете эректильными нервами, и в результате вы остаетесь внутри области поверхностных сосудов. Как только вы уходите в костный план, то вы уходите за эти сосуды. Это означает, что подвздошная артерия также и вы пересекаете. Это очень сложно, это гораздо сложнее, чем предыдущий вариант, потому что на это уйдет несколько часов времени, во-первых, и вы столкнетесь с серьезным риском кровотечения. То есть вы должны идентифицировать пациента, идентифицировать с точки зрения возможных рисков. Давайте опять-таки перейдем к примерам. Вот это опухоль, которая локализуется центрально и кзади. Вот вы видите, что здесь фасция не затронутая, и вы можете двигаться вот таким образом. И если пациент лежит на животе, то вы можете закончить диссекцию вот здесь спереди, потому что не будет никакой разницы, каким образом вы поворачиваете. И это гораздо легче, чем передняя диссекция по переднему краю. И таким образом все гораздо легче, когда вы поворачиваете пациента. Это стандартная абдоминальная резекция. Если у вас все четыре компартмента затронуты, и предстательная железа, и перениальную область, то в этом случае вы двигаетесь, вы работаете по передней стенке. И опять-таки это сделано, это делается, потому что пациент на спине лежит, ноги подняты, и затем вы пациента можете повернуть для того, чтобы закончить сокровольные части. И теперь давайте посмотрим на МРТ и посмотрим, как мы планируем. Мы смотрим на коронарную проекцию. Вы видите, здесь элеватор с одной стороны и элеватор с другой стороны. И здесь у нас опухоль, которая находится в интерсфинктерном пространстве. Здесь у нас есть экстрамуральная инвазия в сосуды. И это означает, что нам нужно дополнительное расширение за элеватор и также мышцы глютиос максимус и минимус. И вы видите, здесь срамной нерв также, который непосредственно отправляется в перениальное пространство. Вот это вы можете работать вот здесь за элеваторами. Вы можете находиться очень близко, работать очень близко к элеваторам. И нет никакого смысла в то, что мы называем, так скажем, расширять границы операции за элеватором сильно. Это когда вы фактически работаете рядом с внешними стенками, с боковыми стенками. И, в общем-то, вы двигаетесь близко к элеватору. Либо если у вас есть лимфатические узлы в этой области. Здесь у нас нет никакого, не затронутого лимфатических, здесь нет лимфатических узлов. И в случае с анальным раком вам нужно расширять края резекции, либо если у вас фистулы есть, или абсцесс. Итак, вот здесь у вас имеется опухоль. Это муцинозная опухоль. Она прошла здесь. Появился абсцесс на стороне таза. Здесь сидится стена кишечника. Межсинекторный слой здесь. Они уже широко идут с этой стороны. Здесь у вас полная опухоль. Вы ходите на сторону тазовой стенки. И здесь сядься элеватора. И абтуратор внутренний. Также нужно оставаться на внутреннем абтураторе. Это муцинозная тема, чтобы удалять все поздрочные структуры абтуратора или поздрочную венную артерию. Артерию венную абтуратора. Если вы стоите на вене, находится абтураторный нерв. И вы все почищаете под ним. Соответственно, вы получаете чистый край. Видите, вот диссекция, которая идет. Вот диссекция, как видите, с одной и с другой стороны. Вам нужно здесь, нужно экстраэлеваторную процедуру. Здесь я оценил элеватор на один сантиметр или на полсантиметра от абтуратора. Поскольку, если вы стоите на сантиметр или на полсантиметра от абтуратора на этом уровне, вы сможете спасти нервно-сосудистую, можете обойти нервно-сосудистый нервный пучок, который может дать хирургическое кровотечение. Вот, что влияет на мой план. Вот почему я говорю хорошее качественное стадирование, что обозначает хорошую качественную хирургию. Здесь мы видим опухоль, которая прошла вперед во влагалище. И далее возникает вопрос, нужно ли мне удалять матку, или я могу пройти за ней. И в этой ситуации я все-таки пошел на удаление матки. Это проще. Лучше оставить матку, пройти за маткой, поскольку меньше проблем с закрытием пренеального выхода, поскольку матка может закрыть пренеальные, скажем так, отверстия. И вам не нужен... Если пациент не живет полужизни, вы можете просто закрыть этот лоскут сверху. И то же самое, тот же самый пациент. И здесь мы просто видим, как опухоль может прорасти в области сливатора и затем проползти, скажем так, вперед на передней стенке влагалища. Нужно понимать, что возможно такая проблема и в таком случае, если такое возникает, вам нужно удалить переднюю и заднюю стенки влагалища. То есть проводится гистероктомия, идете дальше до уровня уретры, проходите спереди и сзади, чтобы удалить полностью влагалища. Далее, следующий вопрос. Нужно ли нам удалять копчик? Мой ответ – не обязательно. Мы часто удаляем... Мы стремимся удалять копчик. Это приводит... Который позволяет нам попасть в присакральный слой. Но здесь у вас имеется опухоль, которая не поражает ничего из задних структур. Эта область только в передних отделах. Соответственно, мы планируем с тем, чтобы отсоединить матку на этом уровне. Делаем гистероктомию в одном блоке здесь, с помощью ИПР, с помощью, соответственно, брюшно-прежненной экстерпации. Соответственно, копчик удалять нет смысла. Здесь между леватором и костью... Здесь не нужно его удалять. И, соответственно, мы оценяем леватор на латеральном аспекте. И прохожу как бы кзади, что позволяет вам провести диссекцию без необходимости удаления копчика, поскольку у многих пациентов, разумеется, тяжелые, как цигиальные, копчиковые боли после его удаления могут развиться. Еще одна проблема – это метастазы, нарушающие стройку артерии. Вот это корональный слой, это плюс максимус, это леватор, с другой стороны, вот ректум здесь. Седалищный нерв здесь, здесь седалищная вырезка артерии, верхняя, нижняя, глутальная артерия. И здесь у нас мезоректум, плоская талия мезоректум, эктамия находится здесь, видите, как леватор, а прикрепляется на стенке, как где находится плотворение интернус, где находится глутус-мьюм. И здесь вам нужно попасть сюда, практически по боковой стенке нужно пройти, поскольку здесь это плоская талия мезоректум, поскольку нужно удалить сосуды. Еще одна проблема вот здесь, поскольку это узелок на тазовой стенке с небольшим метастазом, это наружная подзвучная артерия, вена и артерия на этом уровне, так что нам нужно идти вот на этом уровне, пройти вверх на уровень расширенной лефоденоктомии, пройтись вдоль корешков посредственного нерва. И я думаю, что я, наверное, ушел бы вот на это. Но здесь можно просто сделать стандартный подход, прежде чем промежутной экстирпации, потому что ничего с другой стороны нет. Соответственно, мы расширили анатомическая диссекция, может быть индивидуализирована, и здесь мы получаем Т0, мы получаем полный ответ после химолочевой терапии, но тем не менее остался положительный лимфатический узелок. Еще одна проблема, это пациенты с болезнью крона, пациенты с фистолизирующим заболеванием, часто у них это муцинозная опухоль, которая, как правило, находится из перстевидных клеток, и она низкодифицирована. Видите, фистолы, 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 видите? Для того, чтобы провести операцию здесь, вам нужно сделать что-то, то, что я называю расширенной перенальной диссекцией, так, с тем, чтобы мы могли удалить полностью весь область переноса, это глитоз максимус, это мочевой пузырь с катетером и плоскость метровиками с другой стороны, и здесь, опять же, у нас имеется абдоминальная переноса, здесь, видите, опухоль на этом уровне, у нас имеется мочевой пузырь, простата, семенные пузырьки, которые спустились вниз, и здесь имеется кишка, которая спускается в таз на этом уровне. Если посмотреть на этот вид, это дальше нервы, на эту сторону, элеваторы, они все еще присутствуют, это семенные пузырьки с другой стороны, и если пройти кзади, мы увидим опухоль здесь, семенные пузырьки уже отсутствуют, простаты нет, и здесь нам нужно поискать обтуратор интернус, насколько далеко мне нужно идти наружу, поскольку мы опасаемся, поскольку это рецидив, и нужно ли удалять обтуратор интернус здесь, и так, если я останусь на нем, я, возможно, смогу убрать его, и если посмотреть на элеватор, нужно удалять элита, поскольку здесь, поскольку, соответственно, мы планируем, я думаю, что мы остаемся на обтураторах, хочу посмотреть в них, что происходит с ними внизу, мы идем на сагитальные, сагитальная проекция видим, инвазия в буретру идет, практически нужно учитывать риск рецидива, вы должны понимать, что рецидивы не всегда идут по слоям, и в этой ситуации мне пришлось отделить часть корня пениса, и что происходит здесь, мы скелетизируем вначале пенис, мы удаляем тело пениса, мы отделяем элитру, и с тем, чтобы получить, если это место такое распространение, мы должны, мы это делаем для того, чтобы получить резекцию типа R0, здесь мы отделяем часть копчика, и остаемся под элеватором, поскольку это повторная операция, это позволяет создать вам новую плоскость, новый слой, и еще одно предупреждение, когда вы остаетесь на костях, и вы поднимаете фасцию, если есть некий фиброз, то вы можете легко поднять фасцию вплоть до сюда, и вы будете получить мощное кровотечение, поскольку вы ее поднимете над отверстием, то есть я оставляю сверху салфетку, и я измеряю, на сколько сантиметров я иду вверх, с тем, чтобы не прорвать фасцию, поскольку я делал это несколько раз, когда я поднимался вверх, и случайно, я хотел показать моему ассистенту, насколько хорошо поднимается фасция, и следующее, что мы видим, это венозное, мощное венозное кровотечение, оно не останавливается, если вы оставите фасцию, нужно в такой ситуации, нужно в такой ситуации делать, теперь раз в два этапа, поскольку вы приподнялись слишком, вы оторвали, это значит, что вы разорвали вены от форамина, и, соответственно, других вариантов нет, и вот посмотрите, вот макропрепараты для исследовательских сил, и Джина может рассказать мне, получил я радиологический или патоморфологический, делали мы органосохраняющие операции, это пример того, когда мы не делали лучевую терапию, это был опухоль в этой ситуации, в тазу мы просунули мочевой пузырь, делали переднюю резекцию, удалили простату, и затем провели реаностомоз мочевого пузыря с уретрой, реаностомозировали их. Следующий вопрос, на какой степени мы можем сохранять органы? Кто-то может согласиться со мной, кто-то нет. По сути, если у вас имеется хороший ответ на химио-лучевую терапию, то есть мы получаем то, что мы получаем ТРГ-1 или ТРГ-2, то вы делаете все, что вы хотите. Можете наблюдать с каким-то пациентом, можете провести локальную эксцизию, если осталась какая-то часть опухоли, например, как ТРГ-2, то, соответственно, вы можете удалять часть семенных пузырьков, часть простаты, вы можете чистить их и так далее, это неважно, у пациента все будет в порядке. Однако, если у меня есть плохой ответ на лечение, на химио-лучевую терапию, то нет смысла идти на органосохраняющее вмешательство. Я иду радикально, я удаляю, я провожу экзонтерацию настолько, насколько я могу, поскольку исход будет плохим. Если посмотреть на результаты, вместе с Ульеером во Франции, на более чем сотни пациентов в Т-4 стадии, все передние инвазии после рака простаты, после удаления простаты, у них наблюдается в 45 случаях рецидив. Хороший ответ – 15% в локальное рецидивирование. Таким образом, когда мы не оперируем, если пациенты имеют очень выраженное ожирение или очень хрупкие пациенты, если имеется в себе пациент седалищные вырезки, тогда их считают неоперабельным. Если у них идет напряжение всего таза, опять же, они считаются неоперабельными. Если имеются параортальные узлы с кластерными метастазами, мы рассматриваем их как противопоказание к экзонтерации. Таким образом, далее лоскуты. Нет одного четкого правила, какое лоскуте надо слышим. Делается эректальный ректус абдоминус и косой ректус абдоминус, глутальный лоскут, свободный лоскут и айгап, айгап. Неважно, что вы делаете, при условии, что ваши пластические хирурги, кто делает операцию, делает ее хорошо, и он позволяет закрыть дефект. И нет исследований, которые бы сравнивали один лоскут с другим, поскольку таких нет. Это небольшой лоскут на ножке, нижняя эпигастрика, то, с чего мы начали работать. Потом мы перешли к косому лоскуту с ректус абдоминус. После этого мы изменили технику, и мы делали депитализацию его, в частности, у сексуально активных женщин, чтобы это выглянуло не так ужасно. Вот здесь мы смотрим на картинку на МРТ. Это косой ректус абдоминус и айгап. В обоих случаях мы сталкиваемся с проблемой косой ректус абдоминус. У нас было несколько случаев, когда пациент, которым назывался грыжа, соответственно, на абдоминальные стенки, через месяц после операции, они могут, они отсоединяются с айгапом. Проблема заключается в том, что они не закрывают полностью все тазовое, скажем так, дно. И когда два лоскута не совместно, имеется между ними зона, скажем так, расхождения, если будет разливаясь, и в такой ситуации при их расхождении кишка может обнажиться. В этой ситуации, соответственно, зияние или обнажение кишечника сейчас реже. Соответственно, мы в итоге пошли от вертикальной ректус, косой ректус, потом твайгапс и потом айгап. И с точки зрения сложности мы делали все четыре лоскута, и сейчас мы выпираем тот, который подходит для каждого конкретного пациента. И сегодня мы можем использовать позицию с ногами внизу и с ногами вверху. Это, честно говоря, лучший вид вы получаете для получения к тазу, чтобы получить доступ на анатомию. Мы используем анатомию, скажем так, наоборот. Нужно, соответственно, понять, как здесь будет выглядеть анатомия. Наша анатомия основится на мускулях переформиса, поскольку она является моими такими ориентированными. Переформист входит в крестец на уровне С3. Это низ переформиса, низ С3. Верхняя часть переформиса – это верхняя часть С3. И следующий нерв идет как раз под переформис, и мы получаем нижнюю подручную артерию. И далее идут сакроспинальные и сакротуберозные связки, находятся здесь с обеих сторон. Соответственно, когда мы говорим об удалении крестца, возникает сознание и передняя плоскость, здесь мы можем ее рассечь, использовать, распилить и так далее. Это не приводит к каким-то большим проблемам. Но проблема находится в том, когда вы идете к передней его пластинке, где имеется форамин, и где находится сосудистая структура. Вот там возникает проблема. Где делать остеотомию? На этом уровне все просто, поскольку здесь внутренние щедающие сосуды уже выходят из форамина, и вы вряд ли их повредите. Так что я, соответственно, их не перевязываю, если я иду на простую, скажем так, эшеректомию. И я вначале пересекаю сакро-туберу с связки первыми, поскольку это позволяет мне удалить крестец, если у них кровотечение 10%, пациентов 1 из 10, у них возникает кровотечение с кровопотерей более 5 литров. У вас 10 минут до того, как вы сможете удалить крестец, с тем, чтобы пациент не погиб. А есть всего лишь 5 минут. Соответственно, у вас есть некая точка невозврата. То, о чем я говорю. То, что я хочу сказать, собственно. Если вы начали операцию, возникает кровотечение, поскольку вы повреждаете вену, и вам нужно работать очень быстро. Вам нужно сделать все для того, чтобы самый опасный кусок остался напоследок. Соответственно, вначале делаем работа на передней пластинке, и потом финальную асотомию делаем. Это очень простой момент до С3. То, когда мы ходим на уровень до С2 или С1, требуется нейрохирург, поскольку требуется ламиноктомия, достаточно высокая. Для того, чтобы вы видите С1, С2, нервные корешки, которые нужно сохранить. Поскольку, если вы пересечете С2, вы получите паралич конечностей. 5% пациентов у них возникает вялая конечность, даже в ситуации наличия нейрохирурга, поскольку нервные корешки не всегда распознаются корректно. Идея заключается в том, чтобы получить резекцию типа R0. Это результаты первых 30 сакректомий, которые я провел. Это 4 года уже этой публикации. И вы видите, что здесь выживаемость. Если мы получаем R1, то с другими словами, если осталась опухоль, вот такая вот выживаемость. И без рецидивной выживаемости, по поводу локальных рецидивов, вот какая выживаемость. То есть, соответственно, R0 это очень важный критерий. Вот что происходит по поводу сакректомии во всем мире. И имеется порядка 40... В пятилетии выживаемость составляет порядка 40%. Практически то, что вы ожидаете получить, так же, как и, например, при операциях на печени. Тотальная тазовая экзонтерация. У нас более 310-315 пациентов на сегодня. И, по сути, у нас не было ни одного случая смерти. Вот резекция типа R0 для локального продвинутого первичных опухолей. В первичных границах для рецидива 62% R0. Это органы, которые мы удаляли. Мы используем лочевую терапию, химиотерапию у большинства пациентов до операции. Мы использовали лоскет, приняли лоскет в 55% случаев. Вот это пластические руки, гинеколог. И средняя кровопотеря составляет порядка 2,1%. То есть 9% пациентов более 5 литров. Максимум, который у кровопотерей, который у нас бывает, 17 литров. И с холода, если говорить, треть выживает более 5 лет. Одна треть возникает локальные среди. И вот третий пациент, они погибают до 7 мировых заболеваний, поскольку даже после операции, если садимы, скажем так, просыпаются, развиваются и убивают пациента. Вот японские данные. Локализованная опухоль, сакральная инвазивная опухоль, латеральная инвазивная опухоль. И вы видите, что сакральная опухоль, вот это канадская группа, R0 и R1. Так что мы на самом деле хотим локализованную резекцию типа R0, с тем, чтобы получить хорошую выживание. Вот мои результаты по R0, R1 и R2. Видите, R2 мы оперем только в ситуации, если это позволяет нам улучшить качество жизни пациентов, поскольку возникает фистулы вагины или возникают ужасные какие-то тяжелые осложнения, поскольку на самом деле у нас нет какой-либо терапии, которая обеспечивала бы выживаемость. Лучше выживаемость при R2, нет какой-то особой операции. Вот, собственно, некоторые публикации в BGS, которые говорят о возможном алгоритме при поздних стадиях первичного рака прямой кишки. И мы можем считать пациентами неодевантной химиотерапии, если у них имеется тяжелое бремя лимфатических узлов, то есть есть масса метастазов, лимфоузлы и высокий объем существенной инвазии, можем рассмотреть возможность обустранной лучевой терапии. И если идет после операции, имеется, как так сказать, не в чистых границах, то вы можете провести операционную лучевую терапию и после операционной стереотерапической лучевой терапии. Если R0, то, соответственно, можем подождать подтверждение от патоморфолога, причем назначить химиотерапию. В следующем случае выводов можно сказать следующее. Нам нужна будет дисциплинарная команда, нужно обсуждать всех пациентов. Нужно строить свои планы на основании МРТ. Нужны замечательные, нужны очень хорошие хирурги. Вы должны работать по слоям. Если хорошие серонгиологи и хорошие хирурги, вы получите хорошие долгосрочные результаты, если вы будете хорошо, опять же, подбирать пациентов по конкретным показаниям. Спасибо. Огромное спасибо за столь блистательный и очень увлекательный доклад, посвященный столь сложной области абдоминальной хирургии. Пожалуйста, уважаемые коллеги, если есть какие-то... У меня один вопрос, если можно. Касательно опухолей передней локализации. Если образование прорастает в предстательную железу, семенные пузырьки, но при этом не вовлекает мочевой пузырь, пациенту проведена предоперационная химиолочевая терапия, получен хороший ответ. Но, тем не менее, есть вовлечение простаты семенных пузырьков. В данной ситуации какую операцию вы предпочтете? Экзентрацию таза и висцерацию, либо все-таки попытаетесь сохранить мочевой пузырь? Нет. Во-первых, если поражена простата и семенные пузырьки, говорит мне, что у пациента тяжелое заболевание, потому что это не просто что-то, что коснулось простаты, и можно, как сказать, пытаться соскоблить с нее. Вы не можете удалить семенные пузырьки и простату и оставить мочевой пузырь. Вы должны идти на полную экзентрацию. Вы получите операцию. Если попытаетесь сохранить мочевой пузырь, то вы идете... Операция будет в... скажем так, не в границах. То есть, если опухоль только касается мочевой простаты, у вас и речевая терапия. Можете удалить часть простаты, да, и тогда будет все нормально, но в другой ситуации, тогда мочевой пузырь и семенные пузырьки все удаляются. Если вы пытаетесь сохранить орган, мы смотрим... Мы в такой ситуации, если мы пытаемся сохранить орган, мы в этом сценарии получим 45% локальный рецидив. Вот эта работа в течение ближайших месяцев в Европейском журнале, в месте Рулье, будет опубликована конкретно вот по той ситуации, которую вы описали. Пожалуйста. Уважаемый профессор, спасибо за блестящую лекцию. Хотел спросить у вас, как исследовать морфологически удаленный макропрепарат, мы знаем при стандартной ТМИЕ. Есть ли у вас методика, которая позволяет выявить латеральный край резекции позитивный в объеме Р1 при местно распространенном раке, то есть макропрепарат после экзентрации выглядит немножко по-другому. Как его изучают морфологи? Вы имеете в виду, что мы делаем после того, как мы получаем делную операцию, скажем так, в пределах Р1? Вот вы это имеете в виду? То есть у вас резекции... Я имею в виду, как вы изучаете макропрепарат, как морфологи изучают макропрепарат после экзентрации. Есть ли специальная методика? Как после стандартной ТМИЕ мы знаем, а как после экзентрации? Мы делаем мегаблоки. То есть, во-первых, я делаю... Я, во-первых, рисую диаграмму, да, что я удалил. Когда я вначале работал, я относил биоматериал, да, макропрепарат патоморфолога, потом мы его фиксировали, и когда его нарезали, я находился с ними, и мы его резали вместе, да. Мы брали преподекулярные блоки, я показывал им точно, где находится опухоль, и я ставил, скажем так, иглу там, где я считаю, ну, обозначал место, где находится положительная граница. И если я рисовал рисунок, и если я не был в клинике, он мне звонил и говорил, где находится край резекции, поскольку, вот, поскольку так делаются мегаблоки, что такие мегаблоки? Это вот такого размера срезы, которые позволяют разрезать мегапрепарат. Иногда вам требуется два мегаблока для того, чтобы пройти через весь макропрепарат. То есть, имеется единый срез, и вы делаете несколько мегаблоков, ну, требуется практически 20 мегаблоков в случае экзонтерации. И это исключая крестец. Если вы удаляли крестец, то еще сложнее все становится, поскольку вначале вам нужно окрасить макропрепарат, разная поверхность окрасила разными цветами, далее задняя поверхность с костями берется, и затем вы помещаете макропрепарат на декальцификацию, и требуется 2-3 недели на его декальцификацию. После этого удаляется крестец отдельно, вы его, скажем так, отбрасываете, и только после этого вы пытаетесь выявить, где вы отсоединили крестец, где и где может быть положительная граница. И вот таким образом мы не можем... Аппарат, скажем так, машина, эти машины не могут резать кости, поэтому нужно вначале удалить костный материал, крестец. То есть требуется практически 3 недели для того, чтобы получить патоморфологический результат после сакроэктомии. То есть это эквивалентно... То есть практически, скажем так, мы можем сравнить, что анализ одного биоматериала после операции соответствует 5 операциям ПТИМИ. R1-резекция. Это очень хороший вопрос. Есть две группы пациентов. Есть пациенты, которые делают интероперационную лучевую терапию. Если у них есть источник излучения. И австралийцы, например, в Австралии так работают. Некоторые европейцы делают приоперационную... Они проводят загрузочные борцы через кожу. И мы используем послеоперационную... Послеоперационную киберножь. Поскольку, если меня волнует вопрос положительных границ, позитивных границ, я тогда, соответственно, позвоню своим физикам, скажу, что здесь потребуется послеоперационная лучевая терапия. И я поместил некоторые... Скажем так, я обозначаю точно, где должна проводиться лучевая терапия. Если я не провел... Не обозначил, где положительные границы, я сажусь вместе с ними и говорю... То есть мы, во-первых, проводим химиотерапию. И потом вместе с радиологами, радиологами-онкологами садимся. И обычно с специацией МРТ. Поскольку мы можем дать им объем 30-35 миллиметров на киберножь, тогда как на МРТ можно получить больше объема. Но мы должны быть там, поскольку они не могут догадываться, где находятся, скажем, вот эти самые позитивные границы. То есть мы с ними это все обсуждаем. Продолжение следует...